Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости» Анапа-Регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о главных событиях дня. Всем выйти из тени. Постоянное или временное, но обязательно официальное трудоустройство. Почему разъяснят на ярмарке вакансии? Краснобокий бренд курорта. Анапские садоводы собираются удивить россиян своим собственным уникальным яблоком. Станица-крепость. Полуторавековая история Гастагаевской. В людях и артефактах уникальный музей, созданный уникальным человеком. Найти и устроиться. В рамках всекубанской акции «Планета ресурсов» Анапский центр занятости населения провёл ярмарку вакансий. Не секрет, что в преддверии курортного сезона количество рабочих мест существенно увеличивается. И сегодняшнее мероприятие это подтвердило в очередной раз. В Центре культуры Родина многолюдно. Здесь не только местные жители, но и гости курорта в поиске сезонной работы. Я хотела бы найти работу администратора, потому что практически всю жизнь я работала на административно-хозяйственной работе. А здесь, как я уже вижу, есть предложения, есть интересные предложения. Сегодня на площадке свои предложения представили почти 50 работодателей. Всего более тысячи вакансий. Предлагают работу как для студентов, так и для людей более старшего возраста. Кроме временной или сезонной занятости, здесь можно подобрать и постоянную работу, причём с весьма солидным заработком. Например, Минтранс России набирает сотрудников для строительства Керченского моста, где зарплаты начинаются в районе 100 тысяч рублей. Изначально контракты заключаются со всеми официально, конечно же, полностью 100% официально, на период строительства. Контракт рассчитан на три года. В конце 2019 года планируется окончание строительства. Но оговаривается сразу же возможность, если за период сотрудник себя проявит соответствующе, есть возможность остаться, продлить, заключить контракт уже на постоянной основе и продолжить работы как в Анапе, так и в принципе в стране. Есть и так называемые дефицитные профессии. В основном это вакансии в социальной сфере – медики, воспитатели, соцработники. Ярмарка вакансий давно стала больше, чем просто площадка для обмены контактов. Основная задача Центра занятости населения – не просто трудоустроить, а официально, чтобы работник был социально защищён. Только за прошлый год было выявлено более 5000 теневых работодателей. В этом году работа продолжается. На сегодняшний день уже выявлено и заключено 500 договоров с гражданами, которые осуществляли трудовую деятельность без оформления трудовых отношений. Человек не задумывается о том, что поступают от него какие-то налоги или взносы на пенсию ему будущее. Это обычно выявляется, когда работодатель не заплатил зарплату работнику. Только в том случае работник приходит к нам, и мы начинаем выявлять, почему, в связи с чем. На самом деле очень сложно доказать, если работник уже не работает у работодателя и приходит к нам. Очень сложно, это может доказать только суд о том, что он там работал, в этой организации. Поэтому желательно пришли на работу, если в течение трёх дней работодатель не подписал трудовой договор с работником, то желательно сразу же прийти к нам, и мы будем работать в этом направлении. Если работодатель нарушает ваши права, выдаёт зарплату в конверте, задерживает её или вовсе отказывается платить, за помощью можно обратиться в Центр занятости населения. Адрес и телефон на экране. Магия цветущего сада одинаково завораживает и лирика, и физика. Интенсивные сады ОПХ Анапа воплотили в себе и прогресс современной науки, и красоту уникального объекта, и перспективы у этого аграрного достижения самые передовые. Когда цветёт обычный персиковый сад, любуешься его розовым туманом. Когда зацветает сад индустриальный, глаз не оторвать от его уходящих к горизонту идеально ровных рядов. Владимир Белецкий стал по итогам 2016 года Человеком Года, удивив Анапу смелостью и профессионализмом, с которыми решительно и уверенно взялся создавать сад нового поколения. Пока это первые 100 гектаров яблоневого сада четырёх сроков созревания. На территории муниципального образования города Анапа это первые 100 гектар, которые были заложены такого интенсивного типа. Инвестиции здесь составили порядка 250 миллионов рублей на эти 100 гектар. Планируется, что валовая выручка впоследствии, через три года, когда сад войдёт в активную стадию подношения, составит порядка где-то 260 миллионов рублей. То есть, если сравнить с полеводством, которое в Анапском районе присутствует, то это равнозначно примерно 3000 гектар полеводства. Чтобы у сада было всё, как заложено самой природой, сюда завезут пасеку. Но это не все перспективы. Анапское яблоко будет особенно ярким и красивым. Технологии и количество солнечных дней это умеют создавать. В семилетней стратегии это освоить, высадить порядка 600 гектар многолетних насаждений. Но это уже будут не только яблоки, это уже будут и другие многолетние культуры. Вполне возможно, тут будут персик, слива, груша, черешня определённого. Это на семилетней стратегии. В этом году, в 2017 году, планируем ещё заложить 100 гектар ещё яблоневого сада, но уже с другими сортами, которые будут подходить. Также построить холодильник для хранения, поставить небольшую сортировочную линию. То есть в следующем году, в 2017 году, в этом году, инвестиции составят, ну я думаю, что где-то в районе 350 миллионов рублей ещё, а именно в многолетние насаждения. Проект достаточно интересный. Удивительно, что и традиционно раскидистые персиковые сады Владимир Владимирович намерен перевести на индустриальную технологию, обновив обычный сортовой состав на лёжкие плоды. В этом году уже начнётся закладка новых площадей. Об освоении космоса и о человеческом вкладе в науку анапчанам рассказали ветераны космодромов, лётчики-ракетчики и инженеры. Встреча, приуроченная ко дню космонавтики, состоялась в Центральной библиотеке. Простые обыватели узнали о некоторых секретах и тонкостях инженерных специальностей, а также о дороге к звёздам, которая начинается на Земле. Воспоминаниями о службе и фактами об освоении космоса делились Владимир Киреев, Борис Азбатьян, который служил в Капустином-Яру, лётчик-испытатель Николай Наружный, а также инженер-конструктор космических летательных аппаратов Людмила Катукова. Она призналась, хоть и осваивать неженскую профессию было тяжело, от своей мечты не отступила. Закончила Красноярский филиал политехнического университета. Шесть с половиной лет обучалась тонкостям конструирования деталей для летательных аппаратов. Мы полгода учились и работали, а полгода только учились. То есть непосредственно на производстве, начиная с токарных станков, с испытательных, с испытания образцов, с различных малярных работ. А вы знаете, что голову ракеты в малярке делают вручную женщины, шпателем нанеся все слои, которые противотемпературные. Шпателем тонкая работа. Выдержать можно было там, в этом закрытой камере, только две недели. Объединить всех этих людей в клуб ветеранов космодромов смог историк и краевед Валерий Валиев. Встреча получилась весьма познавательной. После завершения мероприятия слушатели еще долго общались с гостями. Организаторы надеются, что они смогли заинтересовать молодежь. Возможно, кто-то из студентов также решит посвятить свою жизнь изучению космоса и конструированию летательных аппаратов. В этом году Краснодарскому краю исполняется 80 лет. На знаковый год выпал еще один юбилей. Наша станица Гастагаевская старше края на три четверти века. Уже в конце апреля отпразднует свое 155-летие. Ее основали казаки Адагумского полка по приказу командования. В Анапе живет краевед, которого увлекла история населенного пункта, куда он приехал работать учителем. Он нашел в архиве имена первопоселенцев, а также копнул глубже в историю. Вместе с ним в нее окунулся и наш корреспондент. Этот памятный знак появился около пяти лет назад. Его установили по инициативе краеведа Виктора Малыхина. Еще до основания станицы Гастагаевская здесь было укрепление русской армии. Империя стремилась закрепиться на территории, полученной по итогам русско-турецкой войны. Здравствуйте. Вы помните меня? Я к вам сюда четыре года назад приходил. Помню. Когда первый раз пришел сюда, это было 10, а может 15 лет назад. Мне привел один мужчина. Швединский привел. Швединский, да. Вот память хорошая. Швединский. И я помню, вы что сказали. Вы сказали, вот здесь был ров. И когда Валентина Григорьевна сюда с ногой пришла, говорит, здесь на лошадях трудновато было на телеге переезжать. То есть, когда молодой она была. Валентина Григорьевна живет здесь более 60 лет. Тогда местные жители в буквальном смысле ведрами сдавали на металлолом ядра и кортечь. Кое-что находят до сих пор. Еще больше были. Больше были, да, еще? Да, еще больше были. Их сдавали, сдавали ребята. На металлолом, да. Ну, вот Лидия Ивановна, родственница ее, которая здесь в детстве жила, она нарисовала мне рисунок. Там, наверное, тонны две или три ядра лежат. Вот, не маленькие, а вот. Ну, я понял, да. Ну, я побольше достала. Вот, примерно такие. Когда я пришла сюда, вот этот ров был очень глубокий. Очень глубокий. Даже дача там за кухней, ступеньки были, там тоже ров. Вот остатки, наверное, рва. История в буквальном смысле на заднем дворе. Это не была крепость в прямом смысле. Ров и вал на случай, если нужно будет держать оборону. Согласно документам, 15 пушек. Это был, говоря современным языком, блокпост. Аналогичные были в районе Натухаевской, Варениковской, Раевской, Анапской и ряда других станиц. Вместе они получили название Кавказской линии. Тогда Британская империя стремилась ослабить конкурента, а Османская взять реванш. Среди горцев продвигалась идея создания независимого государства. В том числе противостояние на религиозной почве. В разгар Кавказской войны линия укреплений была покинута. А в 1862 году был создан Адагумский казачий полк, который получил задачу вернуть контроль на доставленной ранее территории. Виктор Малыхин приехал в Краснодарский край в 1988 году. Он учитель истории. При поддержке руководства школы, администрации, а также местных жителей 20 лет назад создал краеведческий музей. Мне, во-первых, затянула история станицы, а во-вторых, я понял, что это дети же должны знать, подрастающее поколение должно знать, а оно не знает. Ни откуда станица взялась, ни что во время войны было. И вот так постепенно, не могу назвать какого-то конкретного дня, но вот проводя краеведческие мероприятия, вечера, где мы стали конкурсы устраивать, и приходили сторожилы станицы и судили, комиссия, и вот это появились первые экспонаты, и вот это показало, что это нужно. 336 казачьих семей по приказу прибыли в район бывшего Гастагаевского укрепления в апреле 1862 года. Строились быстро. Для школьников наглядно показано как. Каркас из камыша или веток обмазывали глиной, месили саман. Все можно потрогать руками. Экспозиция пополнялась постепенно. Много находили в буквальном смысле в огородах. Здесь же вещи, которые передавались из поколения в поколение. Несмотря на большое количество артефактов, самым главным экспонатом Виктор Малыхин считает копии документов из архива с именами и фамилиями первопоселенцев. Их потомки до сих пор живут в Гастагаевской. Многие увлеклись историей своей семьи и станицы. 15 апреля она пожидает большой спортивный праздник. В 10 часов на Свято-Осиевской площади состоится открытие спартакиады среди спортивных команд сельских округов и города. В соревнованиях примут участие 10 команд сельских округов и 5 сборных из разных микрорайонов города. Состязания будут проходить с апреля по сентябрь в два этапа и по 12 видам спорта. Первым видом состязаний станет легкая атлетика. Забеги пройдут сразу после окончания церемонии открытия на стадионе «Спартак». И завтра же в 10 часов одновременно во всех муниципалитетах края стартует экологическая акция «Чистый город, чистые берега». В ней примет активное участие ученический совет Анапы. Школьники выйдут на уборку парковых зон, пляжей, обелисков и памятных мест, загрязненных бытовыми отходами и бросовым мусором. Присоединиться к экологическому десанту могут и все желающие. О поэзии и прозе от первого лица главный редактор литературно-художественного альманаха Парус, руководитель молодежного объединения «Авангард», участница и победительница многих литературных конкурсов, Ольга Хомич-Журавлева провела встречу для анапских почитателей искусства. В теплой дружеской обстановке она поделилась частью своей литературной жизни и творческими планами. В поисках безграничности. Так Ольга назвала свою литературную встречу, на которую пришли десятки гостей. Поэзией она начала увлекаться еще в детстве, а уже в 17 лет ее стихи звучали на местном радио ее малой родины – Северодвинске. В 2000 году она переехала в Анапу, где и началась ее основная литературная карьера. Здесь же родился роман «Сталинград», который высоко оценили не только читатели, но и литературные критики. Книги, конечно, это то, что вдруг я неожиданно где-то что-то услышала, увидела, и там кто-то внутри меня начинает сразу же проследовать целую цепочку. Сразу возникает море персонажей, и я сажусь писать, и я никогда не знаю, что будет с ним дальше, с этим персонажем. Например, такая книга, как «Сталинград», была написана в 2009 году, и продолжение начала буквально только несколько дней назад, когда поняла, что будет делать героиня дальше, как она снова попадет в «Сталинград», чтобы снова спасать жителей, либо, может быть, вообще глобально, уничтожит там бункеры фашистов, ну, я не знаю, что будет, какой-то подвиг она там все равно снова совершит. Только за последние два года писательница написала и издала более десяти книг. В их числе два абсолютно новых проекта этого года – «Фантастические повести «Вторжение» и «Мармеладный город». Творчество Мольги интересуется далеко за пределами Анапы, и есть даже поклонники. Елена Умрихина переехала на курорт меньше года назад, также пишет книги и стихи. Самым ценным считает то, что именно в произведениях Ольги можно подчеркнуть то вдохновение, которого иногда не хватает начинающим писателям. Несколько произведений мне очень впечатлили, мне показалось, что это, ну, можно сказать, родственная душа. Поэтому я хотела бы больше познакомиться с творчеством, и надеюсь в дальнейшем, что мне удастся что-то новое для себя открыть в этом человеке. Кроме собственного литературного творчества, Ольга Журавлева-Хумич ведет активную деятельность в писательских кругах Анапы. Являясь руководителем литературных объединений «Парус и авангард», она сумела сплотить вокруг себя самых талантливых литераторов нашего города. Впрочем, об этом она мечтала всю свою жизнь, и сегодняшний результат оценивает всего двумя строчками из своего произведения. Все то, что мне казалось раньше сном, сегодня да в реальности прибудет. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Наш праздничный партнер «Анапский хлебокомбинат» предлагает вкуснейшую выпечку на каждый день, а также куличи, пироги и рулеты к православной Пасхе. Представляем вам еще одного партнера программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». Эта качественная комплексная медицинская помощь начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Самые вкусные и свежие для самого светлого праздника в году. Пасхальные куличи и кондитерские изделия от анапского хлебокомбината станут украшением вашего стола. Неизменное качество и неповторимый традиционный вкус для вас и ваших близких. Анапский хлебокомбинат. Настоящий вкус праздника. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин